МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Тиреэкспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. От простого бизнесмена до главы региона. Окружная выставка предпринимателей собрала в ноябрьске всех заинтересованных лиц. Возвращаться на место, где еще есть добыча. Владельцы домашних питомцев переживают, что зверь, который напал на их дворы, вчера вернется вновь. Для получения загранпаспорта трудовая книжка больше не понадобится. В силу вступили новые правила оформления документа. Итак, сегодня ноябрьск с рабочим визитом посетил губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Цель его визита – участие в выставке предпринимателей, которая открылась в рамках работы Окружного совета по развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Ксения Епишева побывала на выставке и ей слово. Всего на выставке собрались около сотни предпринимателей. Каждый готов поразить посетителей оригинальностью своей бизнес-идеи. Ну вот, к примеру, кто бы мог подумать, что вот эти самые туфли сделаны из рыбьей кожи. Автор такой нестандартной идей – житель Нового Оренгоя Вячеслав Курбан. Обувь из рыбьей кожи уверяет, мужчина ничуть не хуже, чем та, которую мы привыкли носить. Сносу ей нет, сам говорит, четвертый год не снимает. Да и внешне такие ботиночки очень даже впечатляют. Готовим проект под запуск производства. Именно шить это все здесь, у нас в Оренгое. К слову, туфли изготовлены из сазана. Вот до чего дошел прогресс. Уже и обувь из сазана, и сумки из щуки, и кошельки из семги. В общем, съел рыбу – шкурку не выкидывай, ботинки сошьешь. Они не рвутся. Они довольно-таки прочные. У них прочистки человека дешево, забудут, что такие мокрые ноги. Это более для нас. Можно делать сапожки, полусапожки, сумки. В итоге, какова цена будет в среднем пара обуви из сапожей рыбы? В пределах трех тысяч. В ассортименте – продукция подсобного хозяйства. Натуральная сметана, молоко и перепелиные яйца. На развитие своей мини-фермы предприниматель Валерий Нежденко получил окружную субсидию – 280 тысяч рублей. Сумма, говорит, не особенно велика. Хватило на покупку четырех коров. Но и это неплохое начало. Будем дальше развивать наш бизнес постепенно. Сейчас оформляем землю, чтобы расширяться. В северных условиях, говорит Валерий, что коровы, что перепелки чувствуют себя вполне комфортно. Тем более, что для них созданы все условия. Мы брали племенной скот в Тюменской области. Там тоже есть мороз до 30 градусов. А так у нас в сараях централизовано отопление. Им не холодно. Условия для комфортного существования созданы на Ямале и для самих предпринимателей. Сегодня в округе существует программа по предоставлению субсидий на развитие собственного дела. И это, по мнению бизнесменов со стажем, прекрасное подспорье для начинающих. Приятно то, что выставка и форум проходят в ноябрьске. Это уже приятно. И смотрю, лицом повернулись в бизнес-инкубаторе весь стенд, что Ямал выдает кредиты под 5-8%. Если люди, которые хотят заниматься бизнесом, имеют бизнес-план, то есть есть поддержка. А это самое главное. Присутствующий на выставке губернатор Ямала лично пообщался с каждым предпринимателем, выслушал их бизнес-идеей и порадовался успехом. После чего Дмитрий Кобылкин подвел итог пятилетней работы программы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. За это время малый бизнес Ямала значительно окреп. Почти в два раза увеличилось количество малых предприятий и оборот их деятельности. На 30% возросло количество людей, занятых в этой сфере. Это, на мой взгляд, такой значительный показатель. Обороты малого и среднего предпринимательства составляют 12% валового регионального продукта. Если исключить деятельность по добыче и транспортировке углеводородов, то доля малого бизнеса составляет почти треть от экономики региона – 26%. И в дальнейшем, подчеркнул, глава округ продолжит оказывать поддержку начинающим бизнесменам, дабы обеспечить им возможность развиваться и процветать. Ксения Епшева, Александр Иванов. Новости нашего города. 27 ноябрьских семей в ближайшее время получат ключи от новых квартир. В Ямальском микрорайоне в Тюмени сдан второй многоэтажный дом, построенный для северян в рамках программы окружного фонда жилищного строительства. Ранее, в этом году, уже заселили первую многоэтажку жилого комплекса. Тогда ключи получили 159 ямальских семей. На этот раз заселить планируют 119 квартир. Об этом рассказала замдиректора окружного фонда жилищного строительства Елена Морозова. В настоящее время, с 15-го числа и на протяжении двух недель туда будут приезжать люди со всего округа, участники нашей программы. И будет осуществляться документальное оформление на получение квартиры. Для этого люди приглашаются непосредственно в квартиру, они ее осматривают, указывают свои замечания, если у них таковые имеются, и подписывают соответствующие документы. После чего вся документация будет передаваться в регистрационную службу для того, чтобы осуществлять переход права собственности на участника. Для получения загранпаспорта трудовая книжка больше не понадобится. В России вступили в силу новые правила выдачи загранпаспортов. В Федеральной миграционной службе больше не потребует ни копию, ни оригинал трудовой. Анкету по месту работы заверять теперь не нужно. Да и форма ее тоже изменится. В пресс-службе ФМС России поясняют, бланк новой анкеты в ближайшее время разошлют по всем регионам страны. На рассылку потребуется порядка двух недель. До этого можно подавать документы, используя старую форму. А в Ноябрьске Федеральная миграционная служба инициировала проверку маршрутных такси. Совместно с госавтоинспекторами сотрудники ведомства проверили водители пассажирского транспорта. Разумеется, каждый по своей части. Если ГАИ в первую очередь интересует наличие у водителей страховки, техосмотра или прав в принципе, то ФМС главным образом наличие разрешений на работу. За пять дней проверено 86 маршруток. Выявлено свыше 30 нарушений. Правда, большая часть касается все же правил дорожного движения. Что касается нерегалов, таковых среди водителей маршрутного такси не выявлено. Хочу сказать, что в нашем городе за пять дней данной акции данных нарушений выявлено в принципе не было. Потому что все у нас водители маршрутных такси работают по разрешению на работу. Эта ночь прошла спокойно. Никто из животных больше пока не пострадал. Напомню, вчера новости нашего города рассказывали о том, что в Ноябрьске возобновились случаи нападения неизвестного зверя на домашних питомцев. В самострое хищник уничтожил барана и двух собак на подворье местного предпринимателя Валерия Принь. Мужчина опасается за оставшееся стадо баранов и своих породистых коз, так как возвращаться на место, где еще есть добыча, в характере неизвестного зверя. А камеры, установленные по распоряжению администрации во дворе Валерия, не работают уже несколько месяцев. Жительницу города обокрали через мобильный банк. В городском отделе внутренних дел сообщили, что злоумышленник использовал сотовый номер с активной услугой мобильного банка. С помощью операции по оплате услуг он снял со счета пострадавшей свыше 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее судимый житель Пурпе задержан. Сотрудники полиции напоминают, что при утере или смене сим-карты необходимо отключать услугу мобильный банк. В одном из общежитий Ноябрьска полиция обнаружила взрывчатку. С заявлением в местный отдел МВД обратилась жительница дома. По ее словам, молодой сосед хранил в комнате опасный предмет. На место немедленно выехали полицейские. Осматрив комнату, они нашли боевую тротиловую шашку весом 200 граммов. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, кто владелец взрывчатки и с какой целью она была приобретена. Ребенок, который накануне выпал из окна второго этажа, уже дома. Напомню, этот неприятный случай произошел вчера в 10 часов утра в одном из пятиэтажных домов по проспекту Мира. Десятилетний мальчик, а у него диагноз ДЦП, выпал из окна своей квартиры. Уже через полчаса после произошедшего ребенок был доставлен в городскую больницу. И вот что о случившемся, говорит заместитель главного врача ноябрьской ЦГБ по детству Ирина Абузная. К счастью, ребенок абсолютно здоров. Травм у него нет. Ребенок находится дома вместе с мамой. Ребенок относится к категории детей-инвалидов и страдает расстройством личности. У него расторможенность присутствует. Вот, поэтому родители сменили квартиру, им выделили эту квартиру. Это новая квартира. И так случилось, что очень низкие подоконники. Как-то не предусмотрели, еще нет решеток на окнах. И, в общем, ребенок за две минуты, который мама его оставила, он играл в помещении. Вот такой случай произошел. Вины мамы там нет абсолютно. А из нашего окна куча снежная видна. С таким комментарием свои фотографии в нашей группе в Одноклассниках разместили читатели. Люди возмущены тем, как убрали снег в их дворе. Судя по фотографиям, коммунальщики просто сгребли его в куче, причем прямо под окнами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кстати, детям до 13 лет могут запретить регистрироваться в соцсетях. С такой инициативой выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Руслан Гатаров. В несознательном возрасте ребенок пишет зачастую такую чушь, за которую ему во взрослой жизни будет очень и очень стыдно. И это может обернуться против него самого. В частности, при устройстве на работу. К примеру, при устройстве на госслужбу, когда какие-нибудь ушлые блогеры найдут ту или иную информацию и вынесут ее на всеобщее обозрение. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Приводят слова Гаттарова, эхо Петербурга. Учитель математики из 3-й школы, а по совместительству классный руководитель 10-го А. Зинаида Пермякова принимала участие в городском конкурсе «Мой класс. Моя гордость» и была признана лучшей среди классных руководителей старшего звена. Победила она и в голосовании, которое проходило на странице новостей нашего города ВКонтакте. За ее кандидатуру проголосовали почти 600 человек. За что Зинаиду Пермякову любят не только дети, но и коллеги в сюжете Ольги Поповой. Желаем тебе искренне стать не только лидером 21-го МЕКО, а президентом России. А Саше, ну, если уж у нас традиция, президент с премьером меняется местами. Теперь премьер-министром, потом поменяете с местами. А сегодня мы скромно поздравляем тебя с днем рождения. Так начинается урок в 10 ма, если сегодня в классе именинник. Дни рождения учеников Зинаида Пермякова не пропускает. Обязательно будут поздравления и подарки. Да и как иначе, ведь дни рождения своих детей никогда не забываешь. А они все свои, родные. К детям я очень сильно привыкаю. Вот в конечном счете они потом становятся уже не просто, ну, как бы, детьми, но хорошими друзьями, которые всегда могут помочь, кстати говоря. Никогда не отказывают. В любое время суток к ним обратишься за какой-либо помощью, вот они первые мои помощники. Особенно близкие отношения сложились у Зинаиды Алексеевны с ее первенцами. Так она называет уже взрослых мужчин и женщин из своего первого выпуска в третьей школе. Был он в 98-м году. Кто кем работает, где и как живет. Она про всех все знает. Это, к примеру, ее школьная внучка, дочка Лены Букиной. Девушка из того самого первого выпуска, которая уже тоже учится в третьей школе. А этот парень стал человеком мира. Вот он пришел нынче в школу и рассказал, что он после школы, он закончил институт. И он теперь, ну, в смысле, не путешествует, он продолжает образование. Он уже два года отжил в Америке. Он жил в Чехии, а сейчас он поехал в Таиланд, чтобы подучить английский. Мне очень нравилось старое время, когда не было вот электронной почты и интернета, и они просто писали письма мне. И когда я читала, я прямо слышала и видела этого ребенка, который вот пишет, или просто как бы он вот с какой интонацией он рассказывает о теперешней своей жизни. Очень было приятно получать эти письма. Вторая мама. Хорошая, добрая, когда нужно строгая, веселая, креативная. Так о своей классной руководительнице говорят сами, нынешние школьники. К ней идут за советом или просто поговорить. С ней вместе проводят свободное от урока время, устраивая различные тематические праздники. Вот, к примеру, так Зинаида Пермякова со своими учениками провожали масленицу. Девчонки напекли блинов, а учительница сделала чучело. Ольга Левикина помнит первую встречу со своей будущей учительницей. Еще тогда, в пятом классе, она поняла, ее преподавательница самая лучшая. Я приехала очень поздно, и поэтому не сразу с ней познакомилась. Я пришла, и она дала мне задание, сказала, в каком я классе, где расписание смотреть. И она говорит, ну я начала уже уходить, и она говорит, ты хоть помнишь, как меня зовут? Я говорю, да, я запомнила, вас зовут Зинаи Алексеевна. Она улыбнулась, сказала, ой, хорошая девочка, можешь идти. Помимо уроков мы проводим там тематические вечера, мы гуляем, ходим там в лес, в походы, в музеи, в кафе. У нее, к ней в гости входим тоже. Есть круг людей, широкий, большой круг людей. Ее коллег, математиков, и мы, совершенно разные люди, в основном учителя русского языка, мы общаемся вне школы, собираясь у нее тоже дома. Вот ее дом, ее двухкомнатная квартира, деревяшка, она стала для нас, ну просто, ну как сказать, центром общения друг с другом. Мы тоже проводим вечеринки. Как ни странно, признается Зинаида Пермякова, педагогом быть она никогда не мечтала. Душа требует творчества, и на пенсии она планирует заниматься дизайном. Но раз так сложилась судьба, работу свою старается делать честно и относиться к ней с душой. А еще она уверена, чтобы быть хорошим учителем, знаний мало. В первую очередь, надо любить детей и уважать их, относиться к ним искренне и прощать мелкие шалости. Ведь все мы из детства, и все в нем хулиганили. Уж мне такой достался класс, очаровательный народ. Здесь каждый парень – это личность, а девушки – почти звезда. Здесь есть отличники, артисты, певцы и просто господа. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Семнадцатого апреля в Салехарде без осадков. Ветер северо-восточный, температура 5 градусов ниже нуля. В Муравленко облачно, небольшие осадки, ветер западный до 4 метров в секунду, температура около 0 градусов. В ноябрьске облачно, возможен дождь со снегом, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, температура 1 градус тепла. Субтитры подогнал «Симон»